Друзья, всем привет! Ну что, Путин и Соловьев мне уже угрожают в прямом эфире. Так что, друзья, наше с вами сообщество замечено, мы с вами крутые. Сейчас расскажу вам об этом подробнее. А вы подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ну мало какой канал, следит даже безумный российский диктатор. Ну а пропагандист Соловьев-то понятно. Особенно после виллы на озере Кома у него личный зуб. Не увидит он свою виллу долго, поэтому сильно переживает. В общем, о чем идет речь? Ну давайте сейчас очередные фейки. Там достали к Соловьеву помету, притащили пропагандистов Чепушилина. Он уже начал рассказывать, что любой снаряд по Донецку, это все равно, что снаряд по Москве. Ай-яй-яй, сейчас Украина продолжит, хочет на нас дальше нападать. Ну в общем, все понятно. Они дальше будут разгонять эту истерию пропагандистскую. Что Путин спас, но украинцы сейчас все равно собираются на двух БМП захватить Москву. И все это ахинея, она сейчас продолжится. Вытащили туда и депутата Госдумы, какого-то Журавлева, который тоже, в общем, нес всякую пургу. Уганск и Донецк под нашей защитой. Любой снаряд со стороны этой бандеровской сволочи приведет к полному краху украинской националистической власти. Мы освободим народ Украины. Я уверен в этом, что вся Украина будет российской. Они все понимают, что это произойдет. Вопрос только времени. Я вам скажу, любой снаряд в сторону Донецка или Луганска мы будем воспринимать как удар по Москве. Имейте эти в виду, сволочи бандеровские. Украину не оставим. Русский мир будет нашим. Он всегда был и будет нашим. Ну, в общем, для нас, друзья, ничего нового. Мы все это слышали, слышим. Видимо, будем слышать еще долго. Но Соловийный помет в этот раз не остановился и решил разъяснить речи своего шефа. И конкретно угрожал, значит, расправой мне. О чем идет речь? Вот послушайте, что сказал Соловийный помет. Хай свое решение державной дуры соби может засунуть подалее. Донецк – это Украина. Луганск – это Украина. А ему страшно, а не войска и река. Ведь когда Путин говорил о том, что мы знаем всех тех, кто виновен в одесской трагедии, он-то один из тех, кто с радостью показывал. Смешно, да? Ну вот их бесит, которые вначале были слова, что Донецк, Луганск – это Украина. Они облетели всю Россию, мировые сни. Их это настолько бесит, что они даже не знают, что делать. Ну и, конечно же, грозят расправой. И вот что там транслировал Соловьев? Кто не слушал Путина? И понимаю, что многих, наверное, просто тошнило это слышать. Он там вспоминал Одессу, как он там говорил, несколько раз. И в том числе вспоминал 2 мая в своем уроке истории. И рассказал, значит, что они там всех накажут. Послушайте. Громких и безнаказанных убийств. Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники нервной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Думе профсоюзов. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны. Их никто и не ищет. Но мы знаем их поименно. И сделаем все для того, чтобы их покарать. Но тогда Путин должен начать с того, что застрелится. Потому что в событиях 2 мая в Одессе виноват Владимир Путин, который, собственно говоря, все это организовал, спланировала его ФСБ, всю эту провокацию. И вот у него такая была жуткая и трагическая цена. Но, конечно, этого он не скажет. Поэтому у них, значит, какие-то другие списки. В них, понятное дело, что я занимаю важное место. А каждый раз, когда еще ПАСЭ происходит, и я говорю о них правду, они же шлют на меня безостановочно жалобы здесь. Там угрозы. Толстые, слуцкие, все эти подонки, которые сейчас играют там первые скрипки во всем этом подпевании Путину с Донецком и Луганском. Но страшно я их бешу, друзья, страшно. И я это знаю и давно, и с этим живу. Это же не только слова, все. Они готовили покушение на меня. В 2015 году так называемая Одесская Народная Республика должна была случиться в Одессе. И у них был список, кого они сразу должны начать с убийств. И я был в этом списке. Спасибо СБУ, которая их всех поймала. Потом было ровно, кстати, друзья. Ровно. Это был, по-моему, 2017 год. На 23 февраля глава фракции ОПА-блока в Коминтерновском районном совете Одесской области самый большой был район на тот момент области. Заказал мое похищение. Там пытки, выжигать глаза и прочие ужасы. Значит, и в итоге его Путин обменял на украинского военнопленных. То есть они забрали этого негодяя Кушнарева. И его забрали в Москву. В общем, они расписались, кто на самом деле был организатором всего этого. Поэтому, друзья, мне всему этому не привыкать. Все это я знаю хорошо. Мы им ответили в Одессе очень красиво и правильно. Вот вы, если не видели, посмотрите видео с нашей акцией воскресной в Одессе «Марш за Украину». Посмотрите, сколько людей вышло сказать, что Путина они видели в гробу в белых тапочках. А встречать его будут не с цветами, а с джевелинами в руках. Вот это лучший ответ от Одессы, как он там, от Одессы, или от Одессы, нашему негодяю Гитлеру 21 века Владимиру Путину. И Вова, не делай маме нервы. Мы это когда-то тебе говорили в 2014 году и сейчас. И нервы у нас крепкие. И нас не испугаешь, друзья. Но мы их, наша комьюнити, наш канал, и правда, которая здесь идет, ужасно бесим. Поэтому, друзья, подписывайтесь. Это ваш ответ Путину. Спасибо. Держим строй.